Классная рулетка CS Lucky Skin.ru. На этом сайте не делают никакой подкрутки. У них самая маленькая комиссия. Их боты мгновенно вносят вашу ставку. Шансы выиграть есть у всех. Даже с самым маленьким процентом вы можете выиграть. Заходи и выигрывай. Приветствую друзья. В сегодняшнем нашем видео второй части о ножах. Мы рассмотрим с вами новые варианты. Те варианты, которые вышли после первой части. А также быстренько пробежимся по старым вариантам. То есть систематизируем информацию. Гатнайф. Нож с лезвием крюком. Или еще называют нож-потрошитель. От 45 долларов на торговой площадке. За такие простые варианты, как африканская сетка или пиксельный камуфляж лес. Или от 3000 рублей на данный момент. Флипнайф. Или складной нож. От 50 долларов на торговой площадке. Или от 3300 рублей на данный момент. Что нож с лезвием крюком. Что складной нож. Это самые бюджетные варианты. Они выпадают чаще. И стоят соответственно дешевле. Байонет. Или попросту говоря штык-нож. Взят был с американского образца. От 70 долларов на торговой площадке. Или от 4500 рублей. А это знаменитый М9 Байонет. Или штык-нож М9. Выпадает реже. Стоит дороже. Соответственно и ценится выше. Примерно от 80 долларов на торговой площадке. Или от 5200 рублей. Керамбит. Самый редкий. И в среднем самый ценный. Самый дорогой нож в игре. Его цена начинается от 120 долларов на торговой площадке. Или примерно от 8000 рублей. Я недаром перечислил все эти 5 ножей. Дело в том, что они существуют. Все эти ножи. Для них точнее существует. Правильно сказать. Два набора раскрасок. То есть. Первые паттерны рисунки. Которые были изначально. В первых кейсах. Из которых попадали эти ножи. И такие раскраски. Новые раскраски. Как волны. Мраморных градиентов. Или зуб тигра. Которые попадают из хромокейсов номер 1. И хромокейса номер 2. Хансман Найф. Или охотничий нож. Это был первый нож. Контр-страйк. Глобал офенсив. Который имеет свой собственный кейс. Такой нож можно дропнуть только из охотничьего кейса. Из других ящиков. И его выбить никак не сможете. Вопроса там нет. Начинается примерно от 60 долларов на торговой площадке. Или от 4000 рублей. Все последующие ножи. О которых падает речь в сегодняшнем видео. Тоже имеют свои собственные кейсы. И из других ящиков. Их выбить невозможно. К сожалению. Все они. Так же как и охотничий нож. Встречаются только в старых раскрасках. То есть. Такие как городская маскировка. Патина. Кровавая паутина. Вороненая сталь. И так далее. Баттерфляй Найф. Или нож бабочка. На самом деле. Такое название. Для данного складного ножа. Неправильно. Это простонародное название. Правильно говорить. Батангасский нож. Или Балисонг. То есть. В честь филиппинской провинции Батангасс. И маленького городка Балисонг. И он впервые появился в 1905 году. Есть такое мнение. Что этот нож завезли еще ранее на Филиппины. В ходе испанского завоевания. Но как бы то ни было. Именно уже после Второй мировой войны. Когда возвращающиеся с Тихоокеанского театра военных действий солдаты. Начали привозить его с Филиппин. Этот нож получил широкое распространение во всем мире. Сразу сделало отступление. Оборот таких ножей на территории Российской Федерации. Запрещен законом от 1996 года. Если длина клинка превышает 90 мм. Нож бабочку Балисонг. Можно выбить только из кейсов операции прорыв. Или по английской операции брэкаут. Поначалу он был встречен достаточно холодно. То есть реакция была неоднозначная. На появление этого ножа. По сравнению с предыдущим ножом. По названию охотничий нож. То есть выглядел он как-то не совсем серьезно. Но со временем. Если вы посмотрите на ценовую политику. Увидите что сейчас этот нож. Можно поставить вровень с такими ножами. Как М9 Байонет или Керамбит. Это второй нож в игре. Который так же как и Керамбит. Имеет свою собственную. Индивидуальную такую анимацию. Анимацию доставания. Разглядывание ударов. Но у Керамбита в отличие от нашей бабочки. Есть свое преимущество. То есть его нельзя дрогнуть из отдельных кейсов. Как бы да. Вот. А наш бабочку можно если богатый человек. Напокупать кейс операции прорыв. И пытаться выбивать и выбивать. Ты будешь знать что тебе выпадет. Именно рано или поздно бабочка. А не что-то другое. И так. Анимация доставания. Имеет вот такой вот тип в виде веера. И вот такой тип. Простой тип в виде обычного раскрывания. Причем простой тип в виде раскрывания встречается чаще. В виде веера встречается реже. То есть это как бы второстепенный тип наверное раскрывания. Так было задумано разработчиками. Вот чтобы у вас получалось все время такой веер. Я обычно чередую. То есть у меня была пушка. Я нажимаю на 3. И потом на F. Вот такое получается кручение. Анимация ударов. Спереди если носить левая кнопка мыши. То есть слабые и быстрые удары. Выглядит это вот так вот. Правая кнопка мыши. Медленные и сильные. Вот таким образом. Сзади. Вся анимация ударов сзади сопровождается таким раскладыванием ножа. Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Смертельный удар. Как видите вся имя и анимация она индивидуальна. Искусство кручения ножового очка и балисонга называется флиппинг. И вы на ютубе можете набрать в поиске слово флиппинг. Написать и посмотреть видео на данную тему. Там даже есть уроки флиппинга. Там показывают различные триксы. Как их исполнять с помощью такого складного ножа. Разглядывание на букву F. Counter-Strike, как я понял, тоже имеет как минимум два типа. Это вот такое вот. И кручение вокруг пальца. Можно чередовать это все. Заниматься таким флиппингом. Если будете нажимать поочередно F плюс R. Именно индивидуальная анимация. То есть нескожесть с другими ножами делает нож очень ценной в игре. И некоторые варианты в ценовой политике могут переваливать за 1000 долларов за экземпляр. Итак, теперь переходим к минусам. Самый главный минус, может быть который с исправиться временем. То, что нож-бабочка встречается всего лишь в старых раскрасках. Это такие как городская маскировка, ожоги, патина. Вот сейчас у меня в данном момент на видео это слоттер или убийство. Да, по-другому. Там кровавая патина и так далее. То есть нет его в новых раскрасках. Таких как волны, мраморный градиент, дамасская сталь, зубтигра и так далее. Это минус. Может быть со временем выпустят второй кейс операции какой-нибудь прорыв. Где будут именно встречаться такие скины из хрома кейсов для ножа-бабочки. Ну я на всяком случае надеюсь на это. Второй минус ножа-бабочки и болисонга заключаются в том, что слишком маленький клинок. И некоторые рисунки, паттерны просто на нем теряются. Точнее теряется их смысл. Вот если вы возьмете, например, кровавую паутину. То даже если встречаются паутинные центры, то просто они не так смотрятся хорошо, как, например, на ЖМ9 Байонет. То есть если брать большие широкие клинки, такие как Керамбит, М9 Байонет или там нож-потрошитель. Я оцениваю этот нож. Если оценивать по пятибалльной системе, я ставлю такому ножу ровно пять баллов из пяти возможных. Вот несмотря на, может быть, не совсем серьезные минусы. Поэтому если вы думаете, какой себе нож купить, пожалуйста, вот нож-бабочка, болисонг. Фальшон-найф или просто фальшон. Этот нож выпадает из одноименного кейса. И мы снова здесь имеем складной нож с изогнутым лезвием. И в итоге у нас уркоятка тоже получается такая изогнутая. Но если вы переводите фальшон, то это слово переводится как меч или сабль. Нашел официально пару фотографий, которые походят на наш нож в игре. Не забывайте, что все ножи в Counter-Strike, они срисованы из реальных прототипов. Чтобы понять, хороший это нож или плохой, какой у него спрос, да, этот нож, можно сравнить его с ножом-бабочка или, как я говорил уже правильно, с болисонгом. Если нож-бабочка у нас вышел, сейчас скажу, в начале июля 2014 года, то есть на момент снятия видео у нас прошло уже где-то год и три месяца, да, то фальшон у нас вышел в конце мая 2015. То есть этот нож существует четыре месяца, и могу сказать, что сейчас цена его на торговой площадке опустилась, ну, это самые простые варианты, где-то от 50 долларов. Для сравнения, нож-бабочка стоит от 80. Как это ни странно, хотя я могу сказать с уверенностью, что фальшонов за четыре, ну, примерно четыре месяца его существованием выпало намного меньше, нежели ножей и бабочек, но цена, как видите, его стоит, упала чуть ли не в полтора раза ниже, нежели у болисонга. То есть нож получился, мягко говоря, неудачным. Нож фальшон, так же, как и нож-бабочка, имеет свою собственную анимацию. Вот, например, анимация доставания. Уберем, раскрываем нож, держим его в руке. Могу сказать, что эта анимация всего лишь одна, то есть нет другого варианта ее. Опять же, это большой минус. Во-вторых, анимация, она неэффектная. То есть она какая-то деревянная такая, неинтересная абсолютно. И чтобы ее как-то разнообразить, сделать ее более интересной, приходится при смене оружия, то есть нажимать быстро на смену оружия, то есть на нож, и потом на букву F. Можно вот так вот разнообразить как-то ее, сделать более эффектной. Это, опять же, большой минус этого ножа. То есть в анимации доставания. Также минусом является, что часть анимации, она находится у нас как бы внизу экрана. Конечно, можно поменять, то есть если в настройках даже поменяете, в параметрах игры, вид, руки, оружия, да, вот здесь вот. На классический, есть стандартный, там, увеличенный и так далее. Я пользуюсь классическим. То все равно это не исправит этого минуса в том, что у нас анимация происходит как бы за экраном. Далее, анимация разглядывания, это клавиша F у нас. Вот такое вот кручение. К счастью, это анимация не одна. Есть еще редко такая, не знаю, второстепенная анимация, когда мы балансируем этим ножом на ладони. Вот мне, наконец, удалось поймать эту редкую анимацию. Вот так вот выглядит балансирование на ладони. Итак, анимация ударов спереди. Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Ну, если без модели, да, то так вот он бьет. Левая кнопка мыши от правой. Сзади. Левая кнопка мыши. Быстрые удары. Правая кнопка мыши. Смертельные удары. Видите, минус в том, что, опять же, при таком ударе, когда нож уходит вниз, то есть после удара уже он опять уходит за экран. Так же при кручении, как видите, когда мы начинаем крутить, особенно если двигаемся, да, опять же, часть клинка у нас при таких проворотах уходит, опять же, за экран. Что является большим минусом. Особенностью ножа фальшона является то, что, если вы внимательно посмотрите на его, рисунок, паттерн сам отображается не только на самом лезвии, но еще и на рукоятке. Поэтому на торговой площадке, это вообще, когда вы будете обмениваться там с опытными ребятами, они будут добавлять цену за какие-нибудь интересные детали, рисунки, которые отображаются также не только на лезвии, но еще и на самой рукоятке. Я специально зашел на карту под названием U-Module, скачал ее с воркшопа, сделал вид модели руки оружия гастерской, то есть винтовка, но все оружие вот так высоко понято, руки видны полностью, и только применяя такую уловку, теперь полностью можно осладиться ножом фальшон, то есть мы видим анимацию доставания, разглядывания ударов, и нож у нас не уходит за пределы экрана. Моя оценка этому ножу 4 балла, из 5 возможных не более. У ножа есть свои плюсы, то есть свои какие-то особенности, своя анимация, у ножа большой хороший клинок, на котором хорошо виден паттерн, но есть и свои неудачные моменты, о чем говорит такое понятие, как спрос-предложение на торговой площадке. Shadow Duggets. Эти ножи и клинки, называйте как хотите, появились буквально недавно, дня 4 назад на момент снятия видео еще недели не прошло. Я даже не знаю, как правильно их переведут, теневые клинки или сумеречные клинки, и под это они из Shadow Cases. Правильно такие ножи называть как пушдага, или тычковые, есть такое название еще как толчковый нож. В России такой клинок называют еще таганкой. Впервые такой клинок в том виде, в котором вы видите его сейчас в игре, появился в 19 веке, и стал паулярен в эпоху золотой лихорадки в Соединенных Штатах Америки. Как отличное следство самообороны, и благодаря еще своим компактным размерам. То есть, такой нож можно замаскировать под пряжку обычного ремня. Плюсом дагисов является то, что эти два клинка, два ножа, на самом деле, не похожи ни один из вариантов, которые были до этого. У них особая анимация, хотя эта анимация не разнообразная, к сожалению. Вот такая анимация доставания. То есть, сначала появляется левая рука, а потом правая. Анимация разглядывания. Когда мы нажимаем на клавишу F. Опять же, все время одна и та же. И анимация ударов. Левая кнопка, то есть быстрые удары, это поочередные удары, либо правым клинком, либо левым. Как спереди, так и сзади. Правой кнопкой мыши сразу удар двумя клинками. Как спереди, так и сзади. Как видите, разнообразие код и разнообразие к этим клинкам не придали, что является каким-то минусом. Далее, сам рисунок, паттерн, из-за того, что клинки не совсем большие, плюс тому, что он расположен ближе к кромке самого лезвия, опять же, теряет свой смысл во многих вариантах. Кроме таких случаев, когда у нас рисунок располагается на всем клинке. К ним относятся такие варианты, как патина, как ночь, или поверхностная закалка. Пожалуйста, официально поставил слот спецназовую поверхностную закалку. И понятное дело, что при оценке теперь такого рисунка, нужно будет оценивать сразу, смотреть, где там Ocean Blue, то есть достоинство, цену у двух клинков одновременно. Итак, минусы. Слишком маленькие клинки, маленькая площадь, на которых не так хорошо отображаются паттерны. Паттерны теряют свой смысл. Не так много анимации. Во-вторых, клинки выглядят не совсем серьезно. Я не знаю, почему программисты, там не знаю, маркетинговый один вообще допустил введение таких ножей. Ведь есть много разных культур, вариантов клинков, ножей, которые можно было ввести в игру. Там взять японскую культуру, китайскую, не знаю, того же, тех же Филиппин, или там Непала, и так далее, но ввели почему-то именно теневые кинжалы, такого еще маленького размера. Моя оценка, ну если накинуть там один балл за каждый клинок, полтора балла, то это оценка максимум три балла из пяти возможных. Я уверен, что цена на них, а сейчас уже на другой площадке, буквально еще неделя не прошла, некоторые варианты стоят около уже ста долларов, опустится, наверное, в районе того же фалшн, ножа, фалшн, найфа, либо еще ниже. Итак, на данный момент у нас в Counter-Strike Global Offensive есть девять типов ножей, которые нужно там выбивать, покупать на другой площадке, обменивать, и так далее, достаточно дорогих, то есть, от 45 долларов и выше. И плюс еще два дефолтных ножа, которые даются по умолчанию каждому игроку, итого 11 вариантов. Я не знаю, какие ножи будут вводить в дальнейшем, но если следить по последним вариантам, то разработчиков предстоит такая маркетинговая неудача, и в особенности это касается этих двух дагисов. Что ж, на этом наше видео подходит к концу. Всем хорошего настроения, ребят, до новых встреч, пока.